Дорожная разметка При этом в городе продолжается осенний ямочный ремонт. Власти Хабаровска просят водителей отнестись к этому с пониманием. Фестиваль «Добрый Хабаровск» прошел на городской набережной. Это благотворительная акция, цель которой оказать помощь одиноким и больным. Горожане принесли детские подгузники, средства гигиены, теплые вещи, канцелярские принадлежности. Фестиваль «Добрый Хабаровск» проводится в краевой столице с 2016 года. За это время его участники собрали пожертвования и необходимых вещей на сумму более 1 миллиона рублей. 4 тысячи студентов приняли участие в торжественном шествии по городу 15 сентября. Парад российского студенчества, акция «Всероссийская». Хабаровчане участвуют в ней с 2016 года. Как сообщает агентство «Хабаровский кровь сегодня», Организованная колонна молодых людей прошла от площади Ленина до парка Муравьево-Амурского. Для них были организованы концерты и конкурсы. По информации Единой городской диспетчерской службы, сегодня утром в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подавалась в дом 16 по переулку Отрадному. Еще одно отключение на Некрасово 64 было связано с работами управляющей компании. В связи с проведением капитального ремонта на магистральной теплотрассе по улице Воровского поселок имени Горького отключен от горячего водоснабжения. Это 135 жилых домов, 3 медицинских и 8 образовательных учреждений. Продолжаются гидравлические испытания трубопровода в зоне ТЭЦ-1. Без горячей воды более полутора тысяч домов в индустриальном, центральном и железнодорожном районах. А также школы, детские сады и больницы. Это еще более 100 объектов. В общей сложности в Хабаровске горячая вода не подается в 1713 жилых домов, 84 образовательных и 36 медицинских учреждения. На уборке дорог, дворов и улиц Краевого центра вчера днем работало 75 единиц техники предприятий дорог и благоустройства, ночью 11. С дорог и улиц города вывезено более 76 кубометров песка и мусора. Более тысячи хабаровчан приняли участие в общероссийской акции «Генеральная уборка». Она была приурочена к Международному дню чистоты. Добровольцы, среди которых были школьники, студенты и активисты-экологи, в минувшие выходные наводили порядок в прибрежной зоне Амура. Подробности у Антона Примачева. В Хабаровске «Генеральная уборка» развернулась на прибрежной зоне Амура, от поселка Красная Речка до Амурского моста. Добровольцы разделились на группы, убирали не только мелкий мусор, но и крупногабаритный. Нашел вот кусок линолеума, который выбросили, кому-то он был не нужен. Все, сейчас утилизируем его. На берег Амура регулярно приходят рыбаки. Некоторые с детьми. Узнав об акции, они присоединились к уборке. Увидела, в белых футболках убираются на Бельгии и решили как бы помочь. В белых футболках были представители Народного фронта. Рядом убирались инспекторы по охране окружающей среды. Бороться с несанкционированными свалками – их прямая обязанность. В этом году специалисты уже выписали штрафов на 1 миллион рублей. Здесь и шприцы, и все, что дети гуляют. Поэтому, чтобы было безопасно, давайте не мусорить, давайте вместе будем наводить порядок. Акция «Генеральная уборка» проходит по всей стране. Участники не просто собрали мусор, но и рассортировали его по мешкам, чтобы потом отправить на переработку. Пластик, который завод готов принять, мы собирали в зеленые пакеты. А, например, жестяные банки, которые сегодня собирались, они в синих пакетах будут. Видите, здесь и металл. За один день волонтеры смогли очистить 25 километров прибрежной зоны Амура. Закончив уборку, инспекторы отправились в просветительскую миссию к отдыхающим, которые наблюдали за акцией со стороны. Тот, кто не вывезет за собой мусор, получит штраф в 2000 рублей. Теперь за этой территорией будут наблюдать особенно внимательно. В справедливости ради нужно сказать, что мусорят на берегу Амура не только люди. Отходы сюда приносят и просто речной волной. Тем временем уборка продолжается. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что берег сегодня стал намного чище. Осенью, как правило, растет число простудных заболеваний и вирусных инфекций. Чтобы организм подготовился к зиме, есть масса лекарственных препаратов и биологических добавок. Популярный противовирусный иммуностимулирующий препарат инговерин стоит в среднем 400 рублей. Его применяют и для профилактики простудных заболеваний в неблагоприятные сезоны. Мощное средство для поднятия иммунитета, а также противогриппозный и противовирусный препарат Амиксин продается за 600 рублей и выше. Еще дороже стоит лекарство Томифлют – 1200-1350 рублей. Его назначают при гриппе. Однако препарат бесполезен при ОРВИ и неэффективен для профилактики. Заниматься самолечением не стоит. Все лекарства должен назначать врач. А вот забота о собственном здоровье – это индивидуальное дело пациента. Выбор витаминов в аптеках есть. Например, импортный Витрум Плюс стоит около 900 рублей. Отечественные витамины Комплевит можно купить за 165 рублей. Аскорбиновая кислота или витамин С стоит 22-35 рублей. Хорошее профилактическое средство для иммунитета – эхинацея. В таблетках стоит почти 190 рублей, настойка – 126. Еще более доступные средства профилактики – выращенные на своих участках шиповник и другие витаминные ягоды. Фестиваль в дачном поселке устроил житель Хабаровска. На своем участке он построил сцену и пригласил артистов из города выступить на свежем воздухе. Зрителями этого концерта стали соседи по даче. С подробностями Александра Теплякова. Тяпкие лопаты в сторону. Сегодня на даче Александра Матвеева фестиваль. Яркие платья и смокинги, туфли на каблуках и аромат парфюма. Своему дачному фестивалю во Владимировке Александр Матвеев дал название у камина. Говорит, когда построил дом на участке, решил, что танцевальная площадка с камином должна быть здесь обязательно. Одно дело, когда мы находимся в помещении, там это одно дело. А вот именно под небом, здесь такая обстановка непринужденная, здесь огонь горит. Александр Матвеев на своей даче выращивает капусту, картофель и помидоры с огурцами. Но страсть к искусству сильнее. Сам он уже 16 лет занимается танцами. Сначала танцевал на участке с женой, потом стал приглашать друзей и даже заграничных танцоров. Я проводил лет 5, наверное, 6 уже 2-3 мелонги. Мелонги – это дискотеки по-аргентински. Мне ребята приезжали с Аргентины, с Колумбии, с Канады, с Китая. На первый дачный фестиваль во Владимировку приехали выступать хабаровские танцоры и музыканты. Это знакомые члены семьи Александра Матвеева. Среди них есть даже чемпионка мира по танцам живота. Я знаю этих людей и мне было очень приятно для них танцевать. Очень круто танцевать на природе. Особенно я сегодня танцевала халиджи. Это танец, народный танец Арабских Эмиратов. Он предполагает открытость. Они, в принципе, танцуют его под открытым небом. Среди зрителей – соседи дачника. Когда услышали, что на улице Вишнева играет музыка, поспешили на концерт. Хотя у некоторых еще не все грядки прибраны. Мы на даче не только приезжаем работать, мы и отдыхать любим. Поэтому здесь все очень получилось удачно. Организатор фестиваля хочет сделать его ежегодным событием. Предварительная запись артистов на выступление в 2019 году открыта. А зрителям особого приглашения не нужно. Вы смотрите «Город сегодня». 17 сентября 1980 года Совет Министров СССР принял постановление об организации в Хабаровске фармацевтического института. Далее исторический календарь. Новый вуз был основан на базе фармацевтического факультета Хабаровского государственного медицинского института, организованного в 1964 году. В те годы это был единственный фармацевтический факультет в вузах Дальнего Востока и Восточной Сибири, который готовил специалистов с высшим фармацевтическим образованием, провизоров. В 1981 году Хабаровский государственный фармацевтический институт набрал на первый курс 150 студентов. Затем набор увеличили до 300. Институт продержался до 1996 года, затем из-за финансовых трудностей вернулся в состав медицинского. Сегодня обучение фармацевтов и провизоров организовано в университете так, чтобы специалисты соответствовали новым реалиям фармацевтического рынка. На факультете есть база полевой практики. Студенты отправляются в научные экспедиции по Хабаровскому краю. Они занимаются исследованиями лекарственного растительного сырья, его заготовкой и анализом. Особое внимание уделяется растениям Дальнего Востока. В 1997 году при фармацевтическом факультете был создан Центр контроля качества лекарств. Вторник не самый насыщенный день для культурных событий, и все-таки они есть. Подробности в рубрике «Афиша». В программе театрального фестиваля «Амурская осень-2018» спектакль «Незнакомка». Герои молодая семейная пара ломают голову, как с помощью любви решить свои финансовые и прочие проблемы. Спектакль поставил Владимир Большов. В ролях заняты Ирина Медведева, Алексей Чадов, Агния Дитковскиты. Стоимость билетов – 1900-3,5 тысячи рублей. На выставке «Дыхание лета» художники представят зрителям свои летние впечатления в пленэрные тюды и зарисовки. Молодые авторы и уже опытные мастера предлагают вернуться в солнечные дни на берег моря. Вход на выставку, которая открывается в Доме творческой интеллигенции «Кнаток», свободный. 18 сентября в хабаровском ресторане «Ханами» пройдет презентация японских блюд в рамках проекта «Кухня без границ». Гостей ждет не только изысканный ужин, но и мастер-класс по приготовлению популярного японского блюда с кияки. Стоимость билетов – 1700 рублей. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы. В событиях, в людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо! Счастливо!